Ну вот взяли и перенесли релиз Обители Теней, а нам сиди и думай о чем теперь ролики пилить. Но ничего, проходили времена и куда более скудные на контент и на идеи. Тем более, что всегда есть незавершенные серии роликов, к которым можно вернуться и о которых вы нет-нет, да спрашиваете в комментариях. Так что сегодня на орбите я, Джонни Лейни, продолжу плейлист роликов о лучших экзотиках на разные классы. Пока что я рассказал только об Охотнике. Это мой Мейн, я наиграл на нем большую часть времени, но пора двигаться дальше. Сегодня я решил назвать несколько своих любимых экзотов на Титана. Оговорюсь сразу для Титан Мейнов, это только мои впечатления. У вас легко может быть и другой экзот в топе любимых, это не значит, что с ним что-то не так. Значит, что я просто его не распробовал. Понятно? Точно? Тогда начнем. Урса Фуриоса. Не подходи, повторять не буду. Я тебя сожрет! Мохнатые медвежьи лапы для пустотного подкласса Титана. Юзать со средней веткой. Главный перк позволит быстрее двигаться при активном щите, а при отражении этим щитом урона вам вернется значительная часть суперэнергии после того, как ульта закончится. Как не сложно догадаться, даже Титану экзот сугубо ПВЕшный, рассчитан на командную тактическую работу. Где я его применял в последнее время? В первую очередь в паноптикуме. В героическом паноптикуме особенно. На любом басфайте щит спасет жизнь хоть вам, хоть вашей команде, увеличит урон и все такое. Благодаря урсам щит будет активен почти всегда. Знай, успевай прожимать. Варлоки ставят гладезь, Титаны поднимают щит и все, замыкай. Арбы света есть и у тех, и у других. Урон вырос, все в безопасности. Главное, чтобы в таком случае урса сработала корректно, Титан с щитом не должен стоять в расколе Варлока. Насколько важен и нужен этот экзот? Невероятно. Если ты ПВЕшер, если ты хочешь закрывать триумфы, рейды, челленджи и все такое, то твоей команде бы очень пригодились перчатки медведя. Так что выбивай. Следующим экзотом будут ноги. По ножи перегрин. Новые сапоги из сезона изобилия. На этот раз для Титанов, восславляющих солнце. Вернее, технически для любого сапкласса подойдет, но на солнечном профита будет больше. Главный перк – удар сапсана. Все способности типа удара плечом, коленом нанесут больше урона, если их активировать в прыжке. Где это полезно? В ПВЕ, опять же, в первую очередь. Как я уже сказал, солнечные стихии сработают лучше с перком удар молота в верхней ветке солнцелома. Вы и дебаф повесите на мощного врага или босса, и при том нанесете ему ощутимо больше урона. На предпоследней фазе Галрана или на боссах все того же Паноптикума будет очень кстати. Важность экзота на 7 баллов, пожалуй. Нужный, полезный, но исключительно на боссов. Два экзота, а мы все про ПВЕ и про ПВЕ. У нас же титаны ПВП полубоги, если Хант беги с дороги, давайте для схваток со стражами что-то тоже назовем. Например, вот это. Синдоцепсы. Старый экзот. Старый, из которого горели еще во времена девятки. Старый, но верный. Увеличит дальность выпада при рукопашной атаке и увеличит урон от рукопашки и супера, если вы будете в окружении противников. Работает это охрененно. Зона С захвачена. Получено преимущество по зону. Зона А захвачена. Ты дерешься как настоящий титан первого столба. Зона С... В комбинации с шотганом и нижней веткой страйкера... воителя... ядерная смесь. За убийство в ближнем бою получите откат здоровья, а с этими перчатками рукопашная атака способна наказать любого. Просто залетайте в кучу врагов и... Нужный экзот. Если вы любите пвп, если в вашем стиле игры бежать на противника сломя голову, тогда это ваша тема. Будет реально весело. Следующий экзот обратно в пве. И снова для самых горячих титанов. Сердце священного пламени. Экзотический перк Солнечная Печь. Ускоряет восстановление солнечных способностей, особенно при заряженной суперспособности. Отличный экзотик на случай, если вы пробегаете активность, в которой не нужно улететь постоянно, но нужно вовремя дать коленку и раскидать гранат. Например, на рейде или на зачистке мобов в Найтфоллах и на всяких там аренах, паноптикумах. Отожрали себе ульту и помогайте команде своими солар способностями. А когда нужно будет срочно влупить по боссу коленкой, повесив на него дебаф, она у вас точно будет на готове. Насколько срочно он вам нужен? На пятерочку примерно. Принес зур или чест выпал в качестве награды? Окей, надо брать. Но так, чтобы прям мечтать о нем? Наверное, нет. Неприступная черепокрепость. Шлем в стиле... Да ты и сам знаешь... Этих, ребят. Крутой экзот для электрического титана. Главный перк его – матрица трансфузии. Включает восстановление здоровья и восполняет энергию ближнего боя за убийство с помощью электрической способности ближнего боя. Да, можешь убивать милишкой, чтобы больше убивать милишкой. Крутой шлем для тех активностей, где повышен электрический урон или для выполнения всяких увлекательных, невероятно оригинальных триумфов на полторы тысячи убийств с рукопашной атаки. Да. Такс. Ну вот и все. Хорошие экзоты титана, заслуживающие вашего внимания, закончились. Так что будет... Точно, как же я мог забыть, глупый я, лучший, незаменимый, важнейший, светлейший, ненавидимый, обожаемый экзот-шлем с куполом на макушке, одноглазая маска. Новичок, который только зашел в игру, залетел в башню, может подумать, что титаны выглядят только так, только с такой головой, поскольку это самый популярный экзот. Ну и если вы играете в игру больше месяца, то объяснять вам это не придется, вы и так это все знаете. Для остальных рассказываю. Главный перк одноглазой маски «Месть» отмечает врагов, которые нанесли вам урон специальным маркером, который можно отслеживать через стены, как почти полноценный уоллхак. Урон по таким меченым будет увеличен, а за убийство цели на вас повесится дополнительный щит, то есть ВХ, дополнительный щит и повышенный урон. Действительно, почему же этот экзот снимают... Эээ... Никогда. Еще раз. Зрение через долбанные стены, больше урона и овершилд. Теперь понятно, да? Это лучший экзот для ПВП, но вероятно, что он прирастет к твоей макушке, и ты в этом шлеме и в ПВЕ себя с комфортом будешь чувствовать. Так что обязательно выбивай, покупай у торговца Зура, если тот предложит, и завоевывай топы турнирных таблиц. И да, тебе будут писать в личку всякое, возможно. Ну и в комментариях. Но ты сильный титан. Не обращай внимания, это все эти хейтеры, эээ, хантеры. Конечно, есть еще полезные экзоты. И я иногда использую инструментариум, перчатки с клыками по гибели, многие знакомые юзают сапоги, бешеный лев, но это же все выборка экзотов, а не перечисление абсолютно всех экзотов на титаны. Верно? Вообще, экзот броня это та часть игры, которая всегда позволяла пойти на эксперименты. С каждым ребалансом, способностей или с каждым новым испытанием, игроки собирают новые билды, включающие в себя все более дикие экзоты и комбинации. Ну а если ты все же хочешь коротко узнать об остальных экзотах на титана, о том, какие из них стоят твоего внимания, то прочти статью в нашей группе ВКонтакте. Там все коротко, с шутейками, читается легко, даже титан справится, так сказать. Ссылка на статью в описании. И не забудь подписаться на канал, что ли, лайк поставить, если ты титан. Ну или если ты варлок и хочешь такое же видео с подборкой про шмотки варлока, тогда тоже пиши в комментариях и ставь лайк. Спасибо за просмотр, Страж. До связи. Страж. Страж.